Приветствую вас, я бы немножечко подразделил бы ответ на ваш вопрос на две такие составные части. Первая часть касается такого когнитивного аспекта, вторая часть касается, ну, давайте назовём это психоаналитическим аспектом, да, вот. Значит, вот представьте себе, представьте себе, прямо сейчас, когда вы слушаете мой ответ, представьте себе, что вы уже добились того, чего хотите. То есть вы начали жить по-другому, кстати говоря, как по-другому именно. Вы начали воплощать желаемое в действительное, кстати говоря, а что есть желаемое для вас? Значит так, представьте себе, что светлое будущее наступило. Ну, кстати говоря, вот здесь есть тонкость, что, понимаете, идея о светлом, либо наоборот, тёмном будущем, она иллюзорна. Вы сами определяете, какое будущее у вас будет. И далеко не факт, что если вы посчитаете то будущее, которое наступит тёмным, оно действительно тёмное. Это первое. И второе. Будущего нет. Для человека будущего нет. Для любого человека будущее – это всего лишь такая абстрактная очень категория, которая, ну вот, есть только где-то воображение, где-то вот только есть сознание и, в принципе, всё. То есть для человека, для человека будущего как такового нет. Есть столько, есть столько так называемые образы в голове, образы в сознании есть, которые вот могут представлять из себя картину вот этого самого будущего. Но по факту, по факту, по факту никакого будущего для человека нет. Потому что человек живёт только здесь и сейчас, и по-другому он жить, в принципе, не способен. Вот. Это обязательно не учитывать. То есть никакого будущего нет, ни светлого, ни тёмного, вообще никакого. Ну да, вопрос, конечно, в том, готовы ли вы это принять, почему вы верите в будущее, собственно говоря. Но это ладно. Представьте себе, что вас оно ждёт. Да? Представьте себе, что вас будущее всё-таки ждёт светлое, такое, как вы хотите. Дальше. Представьте, что вы перестали плакать и начали улыбаться и наслаждаться жизнью. Вот, представьте себе, что это произошло. Что вы будете делать? Вот первая ваша позиция, первое ваше, я не знаю, первое ваше действие, какое будет? Вот, это первое, это первый момент. Второй момент. Второй момент такой. Значит. Вы, наверное, можете составить, ну или, да, лучше сказать, составить свой портрет. То есть, вот есть вы. Вы такая. Вы такая, какая вы есть. Вы такая, какая вы есть. И можно вас назвать, ну, скажем так, допустим, какой, ну, допустим, вас можно назвать зажатой, вас можно назвать, значит, лазёт депрессивной, да, вас можно назвать, там, как-нибудь ещё. Вот это вы. Вот как бы вы себя описали сейчас. Вот это вы, по факту. Вот. Это вы. А теперь, теперь, попробуйте себе представить, попробуйте себе только представить, что есть ещё, помимо, вот, помимо вот этой вас, есть ещё кто-то, есть ещё кто-то. Есть, например, другая вы, свободная. Вот представьте себя такой. Ощутите, как это. Прочувствуйте. Что бы, эээ, делал этот человек, как бы он, ну, я не знаю, эээ, вёл бы себя, как бы он поступал, какой бы выбор он делал, делал этот человек. Вот. Подумайте. Представьте это, это. Прочувствуйте себя другую. Вот это вы, это всё, всё та же вы, только другая, немножко. Почувствуйте, что всё вот это, всё, что, вот, ну, всё, что, грубо говоря, вы хотите, всё это уже есть. Всё это уже с вами, всё это, здесь и сейчас, да, у вас уже есть. Вот представьте себе столько, что это уже у вас. Почувствуйте, прочувствуйте этот момент. Прочувствуйте, как это. Вот. Это такой, это вот такой, эээ, значит, аспект. Далее идём. Эээ, следующий. Следующий момент, эээ, связан с тем, что, по всей видимости, эээ, вы когда-то запретили, запретили себе, эээ, жить по-другому. Когда-то вы, эээ, запретили себе, эээ, ну, просто вот, получать удовольствие от жизни, там, и так далее. Когда-то вы это себе запретили. Вам нужно постараться увидеть, кто, когда и чем руководствуешь, вам это всё запретил. То, что у этого есть причины, эээ, я не сомневаюсь. Ни в коем, ни в коем случае. Вам нужно найти момент, когда произошёл запрет, и разрешить себе, разрешить себе вновь. Допустим, родители вас, эээ, никогда не любили. Допустим, родители не давали вам возможности, возможности, эээ, ну, грубо говоря, да, эээ, реализовывать то, что вы хотите. Ага, допустим, родители вам всё время всё запрещали. Логично предположить, что эээ, либо вы разрешаете себе, эээ, либо вы перестраиваете ээээ фигуру родителя, либо делаете себе нового родителя, создаёте себе нового любящего родителя, который всё бы, вот то, что вам запрещали, да, всё бы вам разрешал. Я полагаю, что это предельно важно. Вот. Знаете, эээ, жизнь, она не меняется сразу. Жизнь, она не, эээ, поворачивается, эээ, кардинально. Жизнь, она изменяется постепенно. Но изменения должны быть и внутри. И поэтому до тех пор, пока вы получаете некий ээээ, результат, до тех пор, пока вы получаете некий ээээ, ну, до тех пор, пока вы что-то получаете от того, что делаете, от того состояния, в котором вы находитесь, это тоже нужно выяснить, что именно вы получаете. До тех пор, ваша жизнь не изменится. До тех пор, пока вы, ээээ, ну, не начнёте применять ээээ, в некоторой степени, такой когнитивный аспект, да, что, ээээ, вот, ээээ, есть ээээ, цели, есть ээээ, задачи, которые составляют, ээээ, составляют эти цели, и, соответственно, есть эээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээ Для задач есть средства, для задач есть условия, для задач есть требования. Ну, это такой когнитивный аспект, то есть тут нужно более, на мой взгляд, детально работать, конечно. Вот, но тем не менее, примерно с такого понимания, примерно с таких моментов и начинается по сути тела работа с вами. По изменению вашей жизни, вот. Конечно, если вы действительно хотите что-то поменять, то есть если вы действительно хотите изменить что-то в своей жизни. Если это не просто вот такое, знаете, жалобное прошение, да. А именно вот если это стремление что-то поправить, стремление что-то скорректировать, стремление что-то реально сделать. То есть если вы действительно ищете способы и не знаете как поступать, то я полагаю вам можно помочь. Я полагаю, что вам можно будет помочь подкорректировать свое поведение и так далее. Вопрос в том, насколько вы реально готовы работать и готовы ли работать вы для этого. Я полагаю, что именно так можно ответить вам на ваш вопрос. Понимаю, что у вас сейчас по большому счету это крик души. Вот, но тем не менее, из этого нужно выбираться. Отдельным пунктом я бы хотел, чтобы вы постарались ответить на вопрос о том, из-за чего вы плачете и что мешает вам по вашему же мнению. Значит, наслаждаться жизнью. Вы плачете. Значит, вы выбираете для себя реакцию слез. Почему вы выбираете для себя реакцию слез? Чем обусловлен выбор такой реакции? Когда вы, когда вы решили, что вы выбираете для себя именно такую реакцию. Ну, для получения чего-то. Что дают вам слезы? Какое облегчение? Какую реакцию вы чувствуете? Какой результат, скажем так, вы чувствуете? Вот. Это все очень важно. Если мы, опять же, хотим вам помочь. На этом все. Я надеюсь, что мой ответ был для вас полезен. Значит, если у вас остались дополнительные вопросы, пишите мне в личку, буду рад помочь. Если вам понравился мой ответ, я буду благодарен, если вы сделаете его лучшим. Я желаю вам всего самого доброго и удачи. Спасибо. Спасибо.